Мне кажется, очень важно для того, когда вы слушаете любого куратора или человека из мира искусства, понимать его бэкграунд, понимать его взгляды, его оптику и его методологию. Потому что, честно вам скажу, что я очень пугаюсь подобных лекций, где нужно говорить вкратце о кураторстве как таковом. Для меня подобные лекции всегда связаны с какими-то проговариванием стереотипов, каких-то общих мест. Действительно, моделей и стратегий курирования проектов стало очень много, поэтому огромное количество литературы было переведено в последние годы по кураторской профессии, по институционализации этой профессии в российском и зарубежном контексте. Также количество курсов растет с неимоверным количеством, и даже вот мы в Most School Contemporary Art запускаем в октябре курс, посвященный практикам курирования культурных проектов с темой радикальной заботы о планете, искусстве и других, которой как раз я занимаюсь. Я надеюсь, что мы наберем группу, если кто-то из вас или из ваших друзей будет заинтересован в поступлении, еще идет набор на курсы, вы можете записаться и поступить с октября на девятимесячную программу, которая подразумевает погружение в различные институциональные модели, как в России, так и за рубежом, современную передовую мысль, политической теории и философии, и в том числе создание финального курацкого проекта, который, возможно, примет формат коллективный, возможно, групповой, возможно, это будут индивидуальные проекты, отдельные по группам, мы определимся в ходе тех интересов, с которыми кураторы придут к нам на курс. Ну, я расскажу о том, что я пришел в кураторство, как и многие кураторы, через дружбу с художниками, и по первому названию я лингвист, и, как и многие кураторы, которые сделали карьеру в этой среде, я не обладал специалистическим образованием, я получил второе высшее образование в Институте проблем современного искусства на курсах арт-менеджмента RMA, я учился в Афинском университете, и сделал проект не только в России, но и считаю, что согласен, на самом деле, с одним из главных основателей курацкой профессии в России в 90-х годах Виктором Мезианом о том, что именно дружба, именно твоя страсть делает тебе карьеру. Зачастую именно неприверженность той или иной институции, попытка найти тот контекст, ту институцию, которая максимально раскроет ваш потенциал, даст вам свободу реализовывать свои идеи, это большое испытание для любого куратора, найти свою команду, оставаться независимым или с частью большой команды, большой музейной или галерейной, другой институции в сфере культуры. И, как говорил Виктор Мезиана, куратору карьеру делает судьба или случай, во многом, потому что очень часто институции, в которых вы можете работать, ставят вас перед выбором, становиться на стороне художника и отражать его интересы, или отражать интересы, например, институции. Это обычный, типичный этический выбор, который случается очень-очень многими кураторами, которые зачастую приходят именно в независимый полёт. Я работал в разных институциях, был в команде Краслонда ВИСИ, был главным специалистом дирекции регионального развития Государственного центра современного искусства, делал независимые выставочные проекты в Политехническом музее, в галерее ИСМАК, галерее Фрагмент, в галерее Треугольник, в самых разных площадках. В рамках работы ГЦСИ я сделал несколько выставок в рамках проекта «Не Москва», стратегического проекта развития ГЦСИ, «Астралия» об истории Ширяевской, и о различных региональных проектах, которые мы показывали в Москве, переформатируя их для требовала необходимой адаптации для московского зрителя и, разумеется, куратская работа здесь тоже была необходима, поскольку проект переосмыслялся, адаптировался под конкретный контекст, под конкретную аудиторию, ситуацию и так далее. В том числе я участвовал в перезапуске афинской ярмарки «Арт Афина» в 2017 году в некоммерческом секторе я сделал выставку видео-арта с 30 художниками со всего мира и последние полтора года занимался, кроме независимых проектов, перезапуском фонда «Космосква» и делал проекты в некоммерческом секторе ярмарки «Космосква» и отдельные независимые инициативы некоммерческие в рамках фонда, о которых я подробнее расскажу. Мне кажется, несмотря на то, что куратор – это очень важная фигура в международной системе искусства, по-прежнему ее определение для многих максимально размыто и требует каких-то пояснений. Я считаю, что мое глубочайшее убеждение заключается в том, что никакие полноценные курсы по кураторству без практики, без вырабатывания soft skills и работы в поле не может вам помочь понять лучший художественный процесс и найти свою траекторию в кураторстве. Поэтому я в первую очередь сегодня сосредоточусь на рассказе о нескольких максимально полярных и разных проектах, которые я делал в разных институциях, чтобы вы понимали, с какой логики они создавались, что мною и командой проектов двигало в тот момент, когда мы этот проект задумывали или пытались решить определенную задачу. Мне кажется, очень важно понимать, что куратор, который так или иначе обладает некой сенсорикой понимания процесса и вычленением, выявлением каких-то важных тем и нарративов, которые требуют, например, концептуализации в виде выставочных или образовательных проектов, это все-таки человек, который в первую очередь именно обладает этой сенсорикой. И чтобы понять логику, зачастую он следует за художественным процессом, именно анализируя через разговоры с художниками, через диалог с постоянным художественным процессом, с которым очень сложно вынырнуть, а потом снова нырнуть обратно. Это как в журналистике, нельзя пропасть на пару лет, потом вернуться снова. Очень важна систематическая, в том числе, работа над проектами. Это как в плавании. Если вы пару раз в неделю ходите в бассейн, это не делает вас пловцом. Очень важна систематичность работы и понимание вашей оптики. Таким образом, какие темы, какие сегменты современного искусства вам интересны. Будь то коммерческое искусство или максимально экспериментальные, некоммерческие, инновационные, дискурсивные практики, исследовательское искусство, research-based art, media-art, все что угодно. Конечно, очень важно понять, какой сегмент арт-мир, арт-рынка, арт-индустрии, соразмерен его видение и понимание ценностного подхода к искусству. Условно говоря, если вы хотите, наверное, работа в ярмарке заранее не даст вам возможности эти проекты реализовывать. И поэтому нужно трезво оценить, какая институция, какие модели, разумеется, вам может предложить, какие возможности реализации задач. По российскому, наверное, международному кураторству были 90-е годы. Сама профессия появилась, разумеется, очень давно. Но, наверное, если максимально взять исторический контекст, даже Сергей Дягилев, организовывавший выставки российского портрета 19-18 веков в пику популярных в то время передвижников, тоже мог посчитаться куратором. Профессия, как таковая, появилась вместе с эмансипацией кураторского профессия от музейного работника, архивиста или человека, описывающего музейной коллекции в 60-е годы. Можно сказать, что куратором в полном смысле слова ещё до эмансипации этой профессии от институции был и Альфред Баар, первый директор МОМО в 60-х годах. И в России после перестройки стали приезжать иностранные эксперты. Они сообщили нашим современным художникам, что с ними будет работать какой-то куратор. Это звучало совершенно курьёзно, потому что в то время куратором обозначали в первую очередь человек из подведомственных органов, который осуществлял за неформальными художественными богемными кругами. По иронии судьбы это слово вернулось в совершенно другом контексте, в русскую художественную среду. Это уже больше не человек, представляющий интерес к КГБ, в том числе культурных организаций, а человек, который отражает и описывает культурный процесс в той или иной культурной институции. И первые российские кураторы в 90-е годы, это люди, которые знали историю искусства, хорошо владели иностранными языками, зачастую они были работниками той или иной музейной институции, например, Пушинского музея. Это траектория судьбы, например, Виктора Мизиана, одного из главных людей, который институционализировал эту профессию в России, написав в том числе книгу, пять лекций о кураторстве, и на основе своих серий лекций в университете Уник, который стал школой средообучения первой онлайн-школой кураторства в России, которая прекрасно себя чувствует, развивается сейчас. И в 90-е годы художественная сцена была совершенно молодой, профессия только зарождалась, кто-то нарекал себя зачастую куратором только потому, что дружил с художниками, который умел повесить картины на стены, но историю расставил на свои места. Мы знаем каких-то отдельных персон, вроде Виталия Пацюкова или Осипа Бакштейна, или Виктора Мизиана, которые, разумеется, своими очень яркими исследовательскими проектами сделали основные вехи развития современного искусства в 90-е-тысячные годы. Чтобы понимать, рушить конвенции кураторской профессии, чтобы создавать новые экспериментальные инновационные стратегии и подходы, нужно хорошо понимать историю профессии и то, каких различных позиций кураторы создавали выставки в разные годы, в разных контекстах. В начале 2000-х годов команда, кочующая на динаматической биеннале Манифеста, одной из самых главных интересных выставочных проектов современной Европы, которая каждый раз выбирает разные локальные контексты, небольшие города разных стран, где через призму глокальности отражают какие-то глобальные проблемы на примере конкретной небольшой села, деревни или маленького городка, будь то Палермо, Марсель или Генг, на базе этой биеннале был создан журнал Манифеста, который в своё время как раз попытался создать понимание кураторской профессии, описать её основной кодекс, основные принципы и именно саморефлексия, попытка осмыслить меняющиеся различные стратегии и то, как новые форматы институции производят новые форматы кураторства и новые стратегии подходов к работе с культурными проектами, этому был посвящён этот журнал. То есть некой саморефлексии, самоописанию и понять, где проходят те границы этой профессии, где она начинается и на какие территории заступать не стоит, где находятся некие тёмные этические зоны, в которые лучше не заходить и расставлять правильно флажки, понимая, как правильно взаимодействовать и устраивать международный культурный проект. Важную роль играет здесь не только знание теории, сколько это самая сенсорика, а также темперамент, часто обаяние человека, умение строить отношения, артистизм, налаживать связи. Собственно, 20 лет Хан Соль Хоббрист говорит именно о том, что именно умение строить мосты, соединять людей и строить проекты на совмещении разных компетенций, междисциплинарных специалистов, учёных, представителей художественной среды, именно это и есть во многом основа курирования какового. При этом выдающийся социолог Энтони Гидденс в какой-то момент в своё время предложил логику экспертных систем, которая абсолютно применима и к современному курацкой профессии, которая подразумевает о том, что работа куратора засчитана, если её оценит и примет, в первую очередь, экспертное сообщество. К примеру, критики, которые, например, напишут рецензии в важнейшие журналы вроде FlashArt, или Freeze, или The Exhibitionist, или, например, Cura Magazine и так далее, и другие, например, кураторы. Неважно, похвалили они или разнесут в пух и прах, главное, что они обратили на тебя внимание, твой проект всё-таки находится на территории современного культурного процесса. Нужно понимать, что куратор – это публичная деятельность, точно так же, как и деятельность художника. Художник, который делает свои проекты в стол и не показывает обществу, не выставляет на выставках – это плохой художник. Художник должен показывать свои работы, выставлять их в разных контекстах, в диалоге с другими проектами художников и так далее. На самом деле тот же Ханс Ульрихобрист и многие другие кураторы, которые создавали свои первые проекты не на профессиональных художественных площадках, а, например, на своей кухне, как Ханс Ульрихобрист, или, например, я делал проект в фитнес-центре на Цветном Бульваре, проект, посвященный идеям фармакопорнокапитализма Поля Пресиада, очень важного теоретика современной культуры, Драг Кинга, ученика Жака Дорида, который был ответственен за публичную программу «Прошлые документы в Касселе и Афинах», проект, который был немыслим в другом для меня контексте, кроме, например, фитнес-клуба, где он сосуществовал с динамической средой и интерьером фитнес-клуба, поскольку проект был посвящен идеям меняющейся телесности, стандартов красоты, перформативности гендера в социальных сетях, в интернете, и ставил диалог российских и зарубежных художников в такой динамический диалог. Выстава сама развивалась во времени, менялась с прохождением времени. О ней я говорить не буду, это был небольшой проект, но он был замечен, в том числе получил премию «Инновация», после чего мне было доверено необходимость переосмыслить премию и сделать выставочный проект о номинантах премии в следующем году, о чем я расскажу чуть позже. И о том, как с этой задачей я справлялся, с какими проблемами, как куратор, я столкнулся, работая в данном случае с государственным муниципальным учреждением, библиотекой имени Ленина, самым главным и большим библиотечным архивом Европы, который за всю свою историю никогда не пускал современное искусство на свою территорию. Это был очень непростой диалог, который требовал и, разумеется, постоянного общения с чиновниками, и защиты своих идей, и постоянного поиска компромиссов и правильного контекста для максимально широкого и гармоничной презентации работ. Я, наверное, расскажу немного про основы курацкой профессии, как её этапов институционализации. Первая курацкая школа возникла во французском городе Гренобль ещё в начале 90-х годов. Вскоре, что нечто похожее, открылось в Нью-Йоркском, например, Барт-колледже, или в лондонском Голдсмитт-колледже, в Кингстоне, в Сент-Мартинске, в многих других институтах, в том числе в Royal Academy of Arts. Именно Лондон с тех пор во многом стал той самой главной кузницей курацких кадров, отчасти благодаря преподаванию на английском языке, отчасти благодаря географическому очень удобному расположению. И в России в 90-х и 2000-х годах не было институций, которые систематически обучали кураторству на международном уровне. Позитивные изменения наметились в начале 2010-х годов, когда вместе с открытием Смольного института свободных искусств и наук партнерства с Барт-колледжем, который в этом году лишился этого партнерства, к сожалению. При этом появляются новые инициативы. Кроме школы Moscow School of Contemporary Art и курса по кураторству, это проект Высшей школы экономики и Музея Гараж, это РГГУ, Институт проблем современного искусства, новая совместная школа Европейского университета и школы Мастерс, отдельные низовые региональные инициативы, проектные различные летние школы, например, проекты НЕМОСКВА или проекты Кураторской школы Центра типографии в Краснодаре. И знания об этой профессии стали очень популярными, издаются десятки книг, поэтому я не буду вам говорить про какие-то базовые знания, это очень доступная информация. Могу вам порекомендовать, наверное, не самые очевидные книги, в данном случае книги Брюса Альтшулера, директора программ музейных исследований Высшей школе наук и искусств Нью-Йоркского университета, одного из главных теоретиков выставочного формата с XIX века по наше время. Это его двухтомник, выставки, которые составили историю искусств и выставки, которые сделали историю от Биеннале и дальше, и от Солона к Биеннале, начиная с 1863 года по середину X века и со второй половины X века по начало 2000-х годов. Это невероятно яркие сборники, которые помогут, если вам интересно, проследить эволюцию выставочного формата через самые главные международные проекты, которые составили историю искусства. То состояние неопределённости часто рынка, которое формирует новые форматы художественных стратегий, и понимание того, что художник решает определённого рода задачи, и куратор помогает концептуализировать и контекстуализировать эти задачи в выставочных проектах, по многому именно это состояние неопределённости рынка и постоянной изменчивости и создаёт ситуацию, в которой профессия постоянно мигрирует, меняется и требует постоянной адаптации к новым меняющимся контекстам. Профессия формируется вместе с конвенциями. При этом работа куратора, в первую очередь, связана с исследованием, проблематизацией и обживанием этого постоянного состояния неопределённости, прикарности, подвешенности, которые свойственны в сфере современного искусства, а не с его критикой или устранением. В этом смысле, как замечал Зигмунд Бауман, неудивительно, что именно куратор оказывается часто козлом отпущения, так как именно он изначально по долгу службы находится на передовой линии в борьбе за осмысление условий неопределённости современной культуры, и если он, словно говоря, неправильно отражает позицию художника или он не берёт в расчёт все возможные, например, реакции общественности на ту или иную выставку и на то, с какой модальности тема проговаривается, все вопросы обращаются к куратору, к некому сценографу, режиссёру, виновнику того тона, того модальности, с которой рассказывается, поднимается та или иная тема. Будь то обвинение в популизме или в невероятной слишком интеллектуальном подходе, или, наоборот, в нежелании идти навстречу публике и адаптировать тексты, делать их максимально понятными, и отказывать в медиации, делая высказание максимально герметичным, непонятным и так далее. Все это те претензии, которые делают так или иначе саму позицию куратора, зачастую очень уязвимой и ответственной за финальный результат. Как следствие, в отношении этичного и неэтичного поведения, устанавливаемого неким кодом, позиция куратора всегда кажется абсолютно проигрышной, так как по той же логике его первоначальная задача будет состоять не в следовании, заданном нормативам, а зачастую в практическом выявлении несостоятельности этих нормативов и в критике любой универсальности и однозначности разделения на правильное или неправильное поведение в сфере современных искусств. Потому что зачастую кураторы как раз нарушают сложившиеся нормы, и получается, что не принимаются институцией или обществом. Это абсолютно похожая ситуация для многих исторических примеров. Например, пионер — один из главных людей, стоявших у истоков эмансипации курацкой профессии в 60-е годы. Эмансипация курацкой профессии была связана с сексуальной революцией, с беспощадной критикой ее различных социальных институтов, и в том числе института современного искусства. Один из пионеров независимого кураторства — Харальд Зейман, директор и куратор кунстхаля в Цюрихе, в Бонне, создав выставку «Когда отношения становятся формой», который отразил методику и художественный подход работы современных концептуалистов и минималистов того времени к выставочному проекту, показав некие идеи или следы, или некие процессуальные работы в процессе их создания, не финальные работы, а некие динамические системы. Был не понят руководством, был уволен с поста директора кунстхаля, но через несколько лет был восстановлен позиция куратора документов, важнейшей выставки современного искусства в мире, поскольку специалисты наконец-то поняли в какой-то момент инновативность его подхода и историческую значимость этой выставки для самого процесса современного искусства. Очень многие современные книги по кураторству посвящены в том числе проектированию культурных проектов как способу для создания, например, плейсмейкинга, различных проектов, которые разовьют территорию, брендируют тот или иной небольшой город с помощью биеннале или крупного фестиваля на карте культурной жизни страны или мира. И за последние 20-30 лет, начиная с 1990-х годов, именно биеннале, например, или крупные большие смотры мегавыставки, смотры современного искусства стали неким универсальным форматом, который стал очень быстро размножаться именно с возникновением биеннале, биеннального типа искусства, довольно зрелищного, понятного, легко упаковываемого, транслируемого для разных категорий посетителей, транслирующего в очень удовольствии виде смысла. Именно с появлением биеннале во многом связано с становлением популярной позиции международных путешествующих кураторов, кураторов-звёзд, которые как раз сделали себе карьеры через создание и художественное руководство различными биеннале в 1990-е годы. Сейчас речь идёт о том, что фонд, например, биеннале или ассоциация биеннале, международная биеннальная ассоциация, насчитывает более 200 международных выставочных биеннальных проектов, и речь идёт даже о перепроизводстве этих выставок. В том числе и пандемия в очередной раз подняла вопросы о том, стоит ли развивать дальше и быть приверженным этому формату, стоит ли гнаться за этой гигантоманией, стоит ли думать о бесконечном копипасте биеннального формата, который раньше был важнейшим элементом институциональной системы современного искусства, излюбленный примет институциональной критики, биеннальный бум, биеннальный туризм, биеннальный копипаст форматов и стратегии, биеннальная колода карт, меняющихся одних и тех же художников и кураторов со своей биеннальной бюрократией, это лишь самые общие пункты обвинения современной биеннальной культуры, поскольку одни биеннали обвиняются в слишком глобальных, не отражающих локальную специфику темах и подходах, другие обвиняются в провинционализме и в неадекватности глобальному художественному процессу языку, третьи биеннале обвиняются в том, что они сделаны слишком правильно и слишком по лекалам, вроде бы соблюдающие баланс глокальности, отражающие глобальные процессы через местный контекст, но при этом образцовость это вряд ли то, что любят в современном искусстве, любят эксперимент, любят поиск новых форм. Венецианская биеннале получает из года в год критику за то, что её пора закрыть за консерватизм, за превращение в светское событие, где любое дискурсивное критическое высказывание тут же вымывается и не способна достичь своей аудитории, превращается в некий фон для инстаграм-портретов, селфи и для очередных коктейлей, которые выпивают люди на открытии. Другой пункт обвинения это устаревание самого формата национального представительства, который был сформирован в конце 19 века вместе с гонкой разных стран, в том числе в спорте. Именно в то время были возрождены Олимпийские игры и возрождение Венецианской биеннале, как некой всемирной выставке, показывающейся в соревновательном формате различные достижения на национальных школ и художественных контекстах. Абсолютно укладывается эту спортивную логику конца 19 века, которая как будто бы устаревает. И тем не менее лучшие из биеннале, которые так или иначе находят для себя новые территории, будь то Юго-Восточная Азия или Южная Америка или, например, невероятно интересные биеннале в Шанхае, в Кванджу, в Буэнос-Айресе и так далее, они все время находят новые форматы, нарушают правила, и в то же время, играя по ним, делают выставки, входящие в историю искусств. Я буквально на той неделе ездил в Красноярск на Красноярскую биеннале современного искусства, которая является старейшей биеннале в России. Я впервые был на ней в качестве гостя, выступал с лекцией в музее «Площадь мира», который организовывает эту биеннале с начала 90-х годов. И меня действительно поразило, и мне кажется, это очень интересный пример того, как кураторы, даже несмотря на ситуацию закрытых границ финансовой достесненности и отсутствие многих партнеров, которые в какой-то момент отвалились из-за экономического кризиса, пандемии, умудрились создать вместе с приглашенным куратором из Германии Тибо де Ройтером очень интересный формат выставки по инструкциям под названием «Очумелая выставка», которая стала специальным проектом красноярской биеннале номер 14 под темой «Зеркальные нейроны». В этой выставке были приглашены 235 современных художников, которые составили свои инструкции для создания произведений искусств, которые были реализованы кем-то другим, а именно местными красноярскими художниками или музейной командой «Музей Площадь мира». В условиях ограничения на поездки, закрытых границ социального дистанцирования и недоступности культурных учреждений эта выставка пригласила посетителей, различных студентов, всех интересующих современным искусством, к созданию произведений искусства, которое будет представлено на выставке, которые при этом в виде партитур или неких рецептов или инструкций были созданы ведущими немецкими художниками, например, Олафом Николаем, который представлял Германию вместе с Хиттер Штерель на Венецианской биеннале несколько лет назад, или, например, Тоби Азелони, или, например, такой дуэт очень интересный, Лукантер, которые создали свои выставки для дистанционного воспроизводства в другом совершенно контексте. Это совершенно эксперимент в духе и в традициях, в том числе этого музея по площадь мира. Задаваясь вопросом о том, какова будет финальная форма выставки, что будет представлено на ней, изначально было трудно предсказать, поскольку все зависело от указаний художника и конечного продукта, созданного в музее в результате совместных усилий. Эта выставка во многом для куратора явилась неким парафразом и попыткой отметить юбилей другого выдающегося проекта 50-летней давности, известной выставкой «Пир 18 Project», то есть проекта 18-го пирса, который в 1970 году создал куратор Уоллоу Б. Шарп, пригласив ведущих на то время художников-концептуалистов и попросил их дать инструкции для создания своих работ, которые должен был оплатить и сфотографировать Гарри Шанг, фотограф, живущий в Нью-Йорке, где эта выставка проходила. При этом физическое присутствие художников не требовалось. Изначально им нужно было всего лишь прислать пару предложений для своих инструкций, от самых простых до очень изощрённых. В этой выставке приняли участие самые знаковые художники, которые вошли сейчас в историю искусства. Мы понимаем, что это были большие величины, тогда они только ещё начинали. Многие из них были молодыми авторами, например, Джон Балдесари или Уильям Вегман, Ричард Серра, Лоуренс Вейнерай или Мэл Бохнер и многие другие. И Пирс-18 был таинственной заброшенной постройкой в Нью-Йорке, который резко контрастировал с модернистским силуэтом Манхэттена. И вскоре после завершения художественного проекта Пирс был снесён, став ещё более мифичным местом. И хотя некоторые художники смогли сами создать на площадке своих перформансов, например, Вита Кончи или Гордон Матта-Кларк, многие не смогли приехать и присылать свои инструкции Шанку, которые должен был по-своему их интерпретировать. И в результате получилось 27 письменных проектов к более чем 200 чёрно-белым фотографиям, которые были выставлены в начале 1971 года в Нью-Йоркском МОМА, ни много ни мало. Сделав эту выставку невероятно легендарным, очень важным вехой, проектом в истории, в том числе нематериального, instruction-based, экспериментального подхода к созданию выставочных проектов. На самом деле я говорю про выставки по инструкциям неспроста. В последние годы из-за сложности в логистике и из-за пандемии всё больше и больше происходит разговоров о возрождении интереса к инструкциям. Мы можем вспомнить классические примеры instruction-based арта или проектов, базирующих на инструкциях, на упражнениях, созданных художниками. Например, один из самых главных и легендарных проектов, созданный в начале 90-х годов Хансом Улейховым Обристом и Бертраном Лавье в диалоге с французскими художниками. Это проект «Дуэт», созданный в десятках институций по всему миру. В Москве несколько лет назад проект был показан в музее «Гараж», где инструкции зарубежных авторов художников воссоздавали местные волонтеры, участники и несколько русских художников, в том числе воссоздали собственную инструкцию для русской версии этой выставки. Этот проект будет компендиум, выставку, постоянно пополняющуюся книгами, инструкцией от ведущих художников со всего мира. Но и это инновация в выставочном производстве, потому что instruction-based art во многом имеет сильнейшие корни в концептуальном искусстве 60-х годов, в практике флюксуса, и может рассматриваться как стратегия ухода, в том числе от рынка, например, в нематериальном формате в виде некой инструкции, некой записки, рецепта, нового типа произведения искусства, которым писал, например, в своем знаменитом эссе тот же самый Брюс Альтшуллер, с которого я начал сегодняшнюю лекцию, в своем эссе «Искусство по инструкциям и предыстория проекта Дуэт». Этот вид искусства восходит к Идзюшану, который еще в 1919 году, более чем 100 лет назад, писал своей сестре Сюзанне инструкции по созданию свадебного подарка для ее брака с Жаном Кротти. Чтобы активизировать работу под названием «Unhappy Readymade», они должны были повесить текст со своего балкона, чтобы ветерок мог пролистать книгу и выбрать свои собственные задачи, которые исполняли авторы. На самом деле, наверное, одним из самых важных эссе для этого жанра являлась эссе о размытии искусства и жизни, написанной Алланом Капроу, чьи художественные произведения в 50-х, начале 60-х годах создавались, чтобы создать совершенно немыслимые до этого события или раскрыть в обычных вещах значение обыденности, основываясь на различных идеалистических взглядах на мир, на опыте работы с инструкциями Джона Кейджа, Стива Райха, которые освобождали художника от власти над произведением искусства, открывали его миру, делая его разомкнутой структурой, которая могла бы быть способна быть воссоздаваема и регенерирована совершенно разными обычными людьми, опуская их в мир, доделая их дальнейшую жизнь неподконтрольной художником. И во время пандемии с кризисом, в том числе с закрытыми границами, с переосмыслением логистики, так же, как кураторы стали задаваться необходимость создания биеннале или, например, проведением ярмарок, зачем их делать, если можно проводить их онлайн в виде viewing rooms или просто онлайн сайтов, которые принимают формат очень удобного ресурса, которые ты можешь посмотреть в любое время, тебе не требуется идти на ярмарку и тратить на это время. Как раз сама идея, как воссоздавать выставки дистанционно, с помощью инструкции, с помощью различных удалённых форматов их курирования, стали тестироваться многими авторами. И формат, например, когда художник по скайпу консультирует монтажную группу или куратора в необходимости правильно повесить работу, когда он не может выехать из-за карантина в другую страну, это обычная практика уже последних лет, но создание выставок по инструкциям, например, стало ещё более важной темой для разговора последнего года в связи с ограничениями. И я хочу перейти к своему проекту, который тоже создан на инструкциях, который я сделал в июне этого года на португальской биеннале Portides Design Biennial, выиграв грант Европейского союза, который позволил мне стать в том числе девелопером. Я разработал приложение для iOS, для Android. Это приложение бесплатное для скачивания, вы можете скачать его прямо сейчас, а лучше не сейчас, а попозже, чтобы не отвлекаться. Это проект, который был задуман изначально как в ответ на главную тему биеннале Porto, тема, которая была посвящена альтернативным реальностям и спекулятивным мирам, попыткам помыслить мир после пандемии, новые правила новой нормальности, к которым мир вернётся после пандемии, и новые форматы коллективности, которые человек должен вырабатывать для более органичного существования с другими видами, друг с другом, и в том числе для пересмотра антропоцентризма, антропоцентрической позиции, которая во многом привела до современный мир, современную цивилизацию, к тому кризису и климатической катастрофе, в которой мы находимся сейчас. И приложение Yugen App, которое было разработано мною, это постоянно растущая коллекция упражнений и инструкции по воссоединению с природой и с собой, находясь в городских условиях, урбанистических, которые созданы ведущими международными художниками со всего мира. В первой итерации проекта это 33 автора из разных стран. Есть там и русские художники, их четверо, есть и совсем молодые, но авторы, работающие с семантическими, перформативными практиками воссоединения с природой, с растениями, с животными. С другой стороны, имена очень известные, например, Агнешка Курант, которая представляла на динарской биеннале Польши проживающей в Нью-Йорке и постоянно работающей с MIT, художницей, исследующей искусственный интеллект и различные проблемы соцтехнических систем. Или, например, Катя Новичкова, представляющая Эстонию на Венецианской биеннале четыре года назад. Очень много разных авторов, о которых не буду подробно рассказывать, их можете прочитать. Но в основе этого приложения и его концепции выставочного проекта было желание помыслить международный выставочный проект, который был бы в том числе доступен онлайн, который делал бы проекты современного искусства частью образа жизни и утреннего ритуала каждого человека, популяризируя их всем самым среди обычных пользователей. Поэтому приложение ироничным образом мимикрировало под приложение для wellness или для занятия фитнесом. каждое утро в 10 утра все подписчики получают уведомления на телефон с инструкцией дня, которые вы можете практиковать, будь то занятие йогой или коллективная медитация, или некое упражнение по тому, как нужно общаться с растениями. Иногда это очень ироничные, смешные, абсурдные упражнения, созданные художниками. Разумеется, это не практическое занятие, это некие художественные попытки помыслить альтернативные форматы коммуникации с животным миром. В основе этого приложения лежала проблема о том, что наши отношения с природой совершенно нарушены, но они обязаны измениться. Эти инструкции предлагают альтернативные форматы чувствования, мышления, различные механизмы планетарного сосуществования и приглашают нас наладить близкие родственные отношения с нечеловеческими существами, нечеловеками, заставляя задуматься об исчезающей природе и наших отношениях с ней, предлагая личные встречи с различными другими нечеловеческими агентами. Это очень важная тема для современного искусства. Объектно ориентирована антология, нечеловеческая агентность с многими культурными проектами и выставочные проекты последних лет, в том числе даже архитектурные и биеннале, казалось бы, посвящённы только архитектуре, но при этом, приехав в этом году на Винодианскую биеннале, вы видите, что подавляющее количество архитектурных и художественных проектов на биеннале посвящено нечеловеческой агентности, переопределению антропоцентризма, попытке включить в связи с человеком другие живые существа, искусственный интеллект, некого альтернативного другого и так далее. Я сам делал об этом Вы можете найти об этом информацию, это был групповой проект, созданный вокруг спекулятивного концепции интернета животных, некой распределённой междовой сети общения между животными и растениями, который сформулировал в своей книге Александра Пшера, книги интернет животных несколько лет назад, известный публицист и философ. Многие художники реагировали на эту идею, как различные технологии, биотрекеры, различные датчики и биорегистраторы, собирающие информацию, так называемую big animal data из мира природы, для, например, пользования человека, переопределяют наши отношения к природе, транслируя колониальный взгляд к природе как к ресурсу ещё больше. И как разные художники предлагают критику такого подхода, поднимают вопросы биоэтики, например, есть ли у животных личное пространство, личные права. Это очень важная для современного искусства и очень многих авторов темы, которые не ограничены только сайенс артом. Есть ли у животных? Они есть на сайте, сегодня я не буду их показывать, но есть каталог и есть информация об этой выставке на сайте галереи Ходынка. Я могу загуглить. Интернет животных. Юген-эпп. Я загуглила по спискам художников, и что они просто рассказывали, да? Каждое утро вы будете получать инструкцию от каждого из художников. Вы можете изучить прямо сейчас, не дожидаясь этого списка, они доступны для просмотра каждой. Я, наверное, быстро дорасскажу, что слово Юген, которое я выбрал в названии этого приложения, это наиболее невразимая категория среди в целом малоизвестных терминов из японской эстетической теории. Он обозначает интуитивное, предполагаемое, но неявное, очевидное восприятие сущности объекта, в основном природы и иногда произведения искусства, и означает символическое восприятие природного явления или прототипа произведения, которое трудно выразимо словами, которое ощущается вами на уровне тела, на уровне интуиции, но для которой слабо вербализуемо. Этот термин впервые встретился в китайских философских текстах, где он имел значение тёмный или таинственный, и в критике японской поэзии Вако он использовался в том числе для описания тонкой глубины вещей, о которых стихи могут лишь смутно предполагать, догадываться, но даже поэзия не способна выразить эту суть вещей. И, как говорят, да Юген означает в том числе глубокое таинственное чувство красоты Вселенной и печальной красоты человеческих страданий, которые при этом слабо выразимы словами. Я специально даю вам максимально разные контексты курацких подходов и проектов, которые по-разному отвечали на запрос времени, на запрос институции, на те проблемы, которые стояли перед куратором или перед курацкой командой, потому что в 2021 году мы уже не можем говорить о автономной позиции куратора. Большинство курацких проектов делается группами, коллективами, и самые яркие, наверное, большие выставочные проекты, в том числе и в России, и за рубежом, они делаются коллективами кураторов. Наверное, век кураторов-звезд, которые делали некие интеллектуальные высказывания, сложные, авторские, субъективные, с вами выставками он уже проходит. И, как мы видим, например, Лионское биеннале, прошедшее коллективом кураторов из музея Токийский дворец в Париже, или, например, предстоящие документы в Касселе, которые будут курироваться индонезийским коллективом Руангруппа. Это все примеры таких групповых кураторских подходов к работе с большими дискурсивными сложными выставочными проектами. И пример тоже такого группового курирования, который в том числе переосмысляет позицию биеннале и роль биеннале в российском контексте. Я хочу рассказать в данном случае на примере Ширяевской биеннале и своего проекта Ширяевской биеннале среднерусский дзен. Я был сокуратором этого выставочного проекта вместе с Романом и Нелли Коржовыми, основателями, комиссаром и куратором, и бессменными руководителями Ширяевской биеннале. Наверняка многие из вас об этом проекте даже не слышали. При этом Ширяевская биеннале является одной из старейших, второй по древности, после Красноярской биеннале, которую я уже сегодня упоминал, биеннальным проектом в России. При этом он является крупнейшим культурным проектом Средневолжского региона России. Основной проект проводится в старинном русском селе Ширяево, в Жигулевском заповеднике. Очень красивые, невероятно живописные места. Параллельная программа зачастую проходит в Самаре на базе самарского филиала государственного центра современного искусства, ныне филиала Пушинского музея. В 2017 году я выступил сокуратором выставочного проекта, который стал метафорическим осмыслением опыта этой биеннале. не столько ретроспективой основных вех, сколько попыткой передать некий уникальный формат этой биеннале, который проходит в этом селе в виде развивающегося, динамического, экологически ориентированного проекта, который не оставляет за собой следов, что делает этот проект максимально уникальным и совершенно необычным, экзотичным на территории российского современного искусства. Село Ширяев – одно из красивейших мест Самарской луки, окружённое со всех сторон Жигулевским заповедником, входящим во всемирную сеть биосферных резерватов. При этом Ширяевскую биеннале можно сравнить с Венецианской, без шуток. Здесь, помимо искусственной красоты, представлена мощная природная красота места, которое задаёт главный тон этого биеннале. В селе, которое было основано в XVII веке, последние 200 лет велась активная добыча известняка, и теперь обступающие его горы изрыты штольнями, которые соединяются с природными пещерами. Это обстоятельство привлекает туристов и активно используется художниками. В таких пещерах реализовывается часть ленд-арт и паблик-арт-проектов, которые создаются художниками из России и за рубежа в рамках резиденции в этом селе. При этом, возможно, слово Ширяева вам известно, в том числе тем, что там жил одно время Репин, который писал своих известных бурлаков на Волге именно там, и небольшой музей, посвящённый Репину, до сих пор можно найти в этой деревне. При этом биеннале Ширяева основана была в 1999 году художниками Нелли и Романом Коржовыми, руководителями Самарского регионального общественного Благодарительного фонда Центра современного искусства, при активном участии их друзей из Штутгартского союза художников Штутгарда Кунстерайн, Ханса Михайля Рупрехтера, казахских художников Равеля Хальфина, с которыми они тогда очень сильно дружили, с которыми разделяли идею номадизма, кочевничества, некого динамического куратского проекта, который будет повторять логику кочевого села, передвигаясь во времени и пространстве. Важной составляющей структуры биеннале является международная творческая лаборатория, которая проводится как эксперимент в современном искусстве традиционной русской деревне. Художники в течение двух недель проживают в домах местных жителей, погружаясь в локальную культурную ситуацию. Сдаётся идеальная среда для художественного высказывания. Основная идея эксперимента заключается в данном контексте в предоставлении возможности начать всё с нуля, в неком обнулении, когда художник, привыкший работать в уютной студии, оказывается в диком условиях дикой русской деревни, где он не испытывает давления наработанного имиджа или технологии арт-рынка и готов как в таком панк-подходе в абсолютно выжженном поле в деревне по-новому осмыслить свою практику. Каждый раз приглашённые участники биеннале становятся коллективом единомышленников, работая над созданием индивидуальных совместных проектов, и всё биеннале можно даже назвать некой социальной скульптурой, неким экспериментом в формате коллективности, при этом все художники используют местные материалы и возможности, а также выстраивают общий маршрут презентации своих проектов в виде аномодического шоу, который начинается по возрастающей от Волги до гор, где все работы ланд-арта и паблик-арта активизируются неким шествием, аномодическим шоу приезжающих гостей, и в конце этого дня все работы разбираются, и от них не остается никакого следа. При этом аномодическое шоу – это симбиоз двух явлений, европейского шоу или выставки, и азиатского аномодического, кочевого принципа жизни для освоения новых территорий. Это является центральным событием биеннале, оно разворачивается в течение одного дня на протяжении буквально 8-9 часов, в нем задействована работа всех художников биеннале, и каждому участнику или творческой группе предоставляется личное время для презентации, где он рассказывает о своей работе, открывает проект. При этом большинство зрителей приезжают из Самары на специальных кораблях, представляя такой формат даже орды, до некого кочевой толпы, которая входит в горы и активизирует эту биеннале. От Волги до местных, например, деревенских домов, улиц, школ, дома культуры, пристани, пещер, где проекты специфическим образом реализуются, учитывая специфику того или иного места. Рожденная художниками для художников, шариевская биеннале смогла пережить изменчивый контекст времени и сохраниться как особый опыт международного сотрудничества. До 2013 года идея экспериментальной биеннале было исследование культурных стереотипов различных больших нарративов современной культуры на границе выбранных геотопической рамки между Европой и Азией. Например, одной системой одного года была еда между Европой и Азией, и другой – это был глядь и Азией. И это расширило тирану контекста и поменяло периодичность проведения с нечетного года на четный, отражая новую повестку и по-прежнему оставаясь одним из самых интересных глобальных культурных проектов. Выставка, которая реализовалась в Государственном центре современного искусства «Назологическая улица», которая, к сожалению, сейчас закрыта после воссоединения с Пушинским музеем, легендарное место, где проводилось десятки важнейших выставочных проектов 2000-х годов, являлась метафорическим осмыслением опыта старейшей в России действующей международной биеннале современного искусства. При этом основа экспозиции составляла архив биеннале. Это были фотографии, видео, объекты и инсталляции из личной коллекции романа Эннеля Коржовых. Однако при этом выставка выходила за рамки традиционной реперспективы и создавала представление об аутентичном образе биеннале для самой широкой аудитории. Поэтому концептуальное решение выставки – масштабная видеохроника проекта, которые в виде оболочки или видеообой окружали выставочное пространство. Её основой была видеохроника проекта, а также покрывающая выставочный пол речной песок и подиум из бутового камня, который как раз добывается в Ширяево последние 200 лет в тех самых штольнях и пещерах, которые я показывал. И само архитектурное решение, выполненное на архитектурном бюро новое в виде тотальной инсталляции, являлось сообразной ментальной картой Ширяевской биеннале. Экспозиция давала в том числе возможность почувствовать уникальную атмосферу, специфику биеннале, которая отражала идею созерцательности, перформативного характера самого события и становилась отправной точкой для разговора об истории его создания. Поскольку стратегия Ширяевской биеннале была направлена на поиск новых форм коммуникации современного искусства в социальной среде, то эта идея была подхвачена параллельной образовательной программой, и я как куратор как раз отвечал за то, чтобы современные молодые московские художники создавали различные, например, групповые аномодические экскурсии или саундвоки, или различные какие-то перформативные интервенции в район вокруг ГЦСИ Незологической, тем самым парафраз отражает кочевой нематериальный перформативный характер этой биеннале, где каждый художник делал некий трибют, некое осмысление такого нематериального перформативного характера проекта, принимающего форму или краеведческой экскурсии, или, например, саунд-прогулки в наушниках, или некой мультисенсорной экспозиции с завязанными глазами, когда в рамках тура по городу участники на ощупь исследовали пространство, были совершенно разные альтернативные форматы биеннале в этих публичных проектах, которые как раз подчёркивали идею среднерусского дзена, название выставки, которую мы синтезировали, анализируя архивы этой биеннале, поскольку этим словом некое медитативное свойство среднерусских пейзажей мы решили сформулировать этим термином, отражающим установку биеннале на созерцательность, нематериальность, пустотность, отсутствие каких-либо оставленных за собой следов. При этом при любых уговорках, Ширяевская биеннале, это, наверное, русский аналог Burning Man, это, наверное, не такая идиллическая картина, как я вам описываю, это очень экзотичный и самобытный формат деревенского культурного проекта, который построен на диалоге соучастия художников и местных жителей обычного артистского села. Помимо пассионарности кураторов-пионеров биеннале, организовавших первую в России биеннале в 90-х годах, очевидно, было совершенно новаторство выбранной формы, пришедшее к кураторам совершенно органично, искусство и именно обыденность, обычная жизнь русских людей в обычном селе встречались в традиционном деревне в самых невероятных комбинациях. Результатом этих столкновений остановился творческий акт, зачастую очень экспериментальные художественные проекты, которые предъявлялись широкой публике только в течение одного дня, в виде как раз кредитического перформативного на магического шоу. Поэтому это было совершенно нетипичное выставочное событие, которое производило даже не столько художественные работы, демонстрируемые в течение продолжительного времени, а некий эфемерный, хрупкий, почти немнематериальный опыт, который рождался в момент творения. И поэтому делать выставку как раз ретроспективы биеннале, не имея коллекции или архивов работ с прошлых биеннале, было совершенно бессмысленно и попросту невозможным. И как раз вся выставка была нацелена на некую мультисенсорную среду, которая создавала уникальный опыт и метафорическое ощущение этих пейзажей. Поскольку стремление уехать на другой берег, любовь к платочно-пасторальному туризму у самарцев, кажется, была всегда и являлась неким культурным кодом ДНК самарской художественной среды. Можно, если выходит на какие-то другие абстракции, сказать, что на всероссийский уровень её вывела не Ширяевская беннале, а Грушинский фестиваль бардовской песни, который в разные годы в окрестностях города собирал по несколько десятков, а то и сотен тысяч туристов. Посетителей привлекала не столько любовь к бардовской песне, сколько возможность беззаботного культурного досуга на лоне природы. Доступность и, безусловно, красота волосских пейзажей это делало идти на Самару в последние годы гидронетической столицей России. Именно эта идея в том числе легла в основу городской идентичности, которая просвечивала сквозь любое самое удачное культурное начинание на местности. И специфика среднерусских пейзажей сформировала у самарцев и художников самарской волны особый тип опыта, созерцания и отношения к миру. И поэтому формулировка среднерусский дзен, которую я предложил, будучи куратором проекта для этой выставки, как раз обобщала не столько даже опыт этой беннале, сколько некую доминанту уникального типа видения, которое производила Ширяевская беннале и природа живописной Волги и Самарской Луки, и сам контекст развития самарской среды художественного искусства в последние десятилетия. Поэтому для нас было очень важно, придумывая формат этой выставки, в том числе обращаться к историческому контексту развития самарского искусства, к консультациям к главным научным сотрудникам, к Константину Зацепину, одному из главных искусствоведов, описывающих историю самарского искусства, которому исторически характерна ярко выраженная пейзажность, медитативность, созерцательность и в том числе беспредметность. В разговоре о художественном опыте самарцев то и дело всплывает разговор, в том числе о психогеографии и влиянии места на сознание, попытки художника или любого другого человека понять, чем пространство обуславливает его опыт. Самара это не только город-курорт, который выстроен вокруг плоскости реки, на одном берегу которой находится город, а на другом дикая природа. И между этими городами как будто бы нет даже мостов и никакого-либо сообщения, кроме лодочного. И вот эта позиция, где горизонталь воды разделяет Белоберега совершенно разным опытом, опытом горожанина и опытом пребывания на природе, она формирует некую вообще ментальность жителей Самары и Самарской области. И стоит сесть на лодку и переехать туда, за горизонт, где Жигулёвские горы или село Ширяево как человек полностью меняется, как говорят местные. Он перестаёт быть человеком городского культурного типа и становится человеком природы. Собственно, на этом опыте и размышлении о ландшафтной доминанте, о линии горизонта была и основана в том числе Ширяевской виенале, и нам было очень важно высветить её на выставке, показать её в том числе через работы различных местных авторов, их отношения к ландшафту, к медитативности, к созерцательности средневолгских пейзажей. Одним из центральных работ этой выставки стал проект «Ностальгия по горизонту» в терминологии Нелли Коржовой, куратора Бейенале, которая свойственна большинству местных самарских художников, вообще всему ширяевскому движению, движению за горизонт, по другую сторону обыденности, от города к культуре, к природе, наоборот, к архаике, к человеческому, доисторическому, к себе. И поэтому мы показывали видео Романа Коржова «Горизонт события», как одно из центральных видео, характеризующих ДНК и культурный код самарского региона, которые были представлены на выставке наряду с архивными видеосъёмками на магических шоу Бейенале различных лет. Это уже было видео не Коржова, куратора, который обычно комиссар Бейенале придумывает концепцию и формирует Бейенале, сколько Коржова художника, во многом не разделяющего в своей практике «Аккуратские художественные стратегии», относящиеся к самой Ширяевской Бейенале как к собственному художественному акту и спонтанному творческому процессу, а не спроектированному по правилам маркетинга культуры проекта. Тем самым удивительно, как этот проект, меняя в том числе спонсоров и различные институции за последние 20 с лишним лет, доказал свою жизнеспособность и, будучи таким абсолютно авангардным, созданным художником, маргинальным проектом, стал главным культурным событием региона. При этом эти зацикленные короткие видео без сюжета и длительности являлись кинтэссенцией присущего дзену созерцания, наблюдения хода самого времени как такового, смотрения на самого себя. При этом очевидно, что художник в этом видео устранялся, мы не видим его движения, камера оставалась неподвижной, и, например, падение яблока с деревом могло оказаться самым большим происходящим в них событием. Видео превращалось в момент встречи с одним собой, моментом саморефлексии, самосозерцания, медитативного замедления, где тело ландшафта обращалось для любого художника Ширяева продолжением его собственного тела. А пейзаж становился для художника его телом, через которое тот продлевал свою собственную телесность. Это очень важный нарратив для многих самарских художников. Ну, собственно, как говорят в Монти Пайтоне, а сейчас что-то совсем другое. Давайте перейдём к другому проекту, чтобы показать логику совершенно другого проекта, на котором я работал, поскольку премия «Инновация» является другим важным стратегическим культурным проектом ГЦСИ, а ныне Пушинского музея, и мне довелось как раз участвовать в перезапуске премии «Инновация» в 2018 году, когда меня пригласили составить выставочный проект для номинантов того года. Моя задача заключалась как задача куратора или как арт-директора перепридумать сам формат презентации проектов, показать, каким образом проекты могут в более органичном формате быть представлены на публике, не будучи урезанными, не идя на компромиссы, поскольку существует популярное мнение, что специфический жанр выставки номинантов премии, состав которой определяется выбором экспертного жюри, не подразумевает никакого аккуратского высказывания. А вместо композиционной и концептуальной цельности экспозиция должна служить сугубо утилитарным целям предоставления равных условий для презентации всех проектов номинантов. Вместе с тем поиск новых комфортных для зрителей условий знакомства с не самым простым для восприятия архивным материалом, например, фото или видео документации проектов, текстов, каталогов, сопроводительных материалов, совершенно неизбежен, как и нарушение традиционных конвенций выставочных формата, чтобы на смену информационным стендам пришел новый зрительский опыт. Я изначально с большим скепсисом даже согласился на этот проект, поскольку когда сам был номинирован на премию, со скепсисом относился вообще к институтам премии в России и не очень доверял экспертности подобных институций. С другой стороны, меня очень просто расстраивало, когда ты приходишь на выставку, ты видишь свой проект экспонированный на вечно зависающем тачпэде или в виде какой-то инфографики, замусоленной на ватмане или на каком-то пинокартоне, который максимально не репрезентативен для проекта. И если ты выставляешь, например, куратский проект, иногда он представляется каталогом или фотодокументацией, это еще можно себе представить как удобоваримый формат, но когда выставляется, например, часть группового или сольного выставочного проекта например, в номинации «Новая генерация» или «Художник года», это совершенно немыслимо представить выставочный проект в виде одной инсталляции или одной работы. Если человек не видел эту выставку вживую, он никогда не поймет, как она выглядела, даже потому что для искусства очень важен пространственный опыт знакомства с выставкой. Именно поэтому очень многие премии в мире, например, премия Тернера, главнейшая и самая значимая и авторитетная премия в Великобритании, в течение года платят гонорары своим экспертам из жюри, которые обязаны на этот гонорар ходить на выставки и смотреть их в течение года. В отличие от многих зарубежных премий, к сожалению, премия «Инновация», например, идет по другому пути, и многие эксперты, которые выносят вердикт и оценивают проекты, судят о проектах именно по групповой выставке, по выставке номинантов. И поэтому роль выставки номинантов невероятно возрастает, потому что она должна отражать максимально органично специфику того или иного художественного проекта. Учитывая то, что номинации очень разные, будь то образовательные проекты, или региональные инициативы, или книги года, или кураторские проекты, это всегда большой выбор, как его представлять. Вот, например, прямо сейчас в Нижнем Новгороде, в Арсенале, проходит выставка номинантов премии «Инновация», где в том числе номинирован мой проект для фонда «Космоско» «Платформа ближе» в разделе «Образовательный проект». И, к сожалению, он представлен там всего лишь некой этикеткой с базовым рассказом о платформе вместо, например, тачскрина или платформой, или iPad, поскольку платформа создана только онлайн, она существует только в виртуальном формате, но, к сожалению, куратор выставки этого года не посчитал необходимым, например, предоставить возможность разместить iPad. И концепция выставки подразумевает почему-то показ физических объектов, артефактов, каких-то документов, которых отражают разные проекты, даже онлайн-проекты. Что мне кажется совершенно абсурдным, потому что, например, у платформы, которую я делал в фонде «Космоско», нет никаких физических мононосителей. Она существует полностью онлайн на сайте «Ближе Education». И, на мой взгляд, выставки подобного формата должны учитывать специфику проектов, и, разумеется, куратор должен отдавать себе отчет в том, что эти проекты должны быть представлены в органичном их виде, а не спускать сверху какие-то странные, неожиданные ограничения, которые по каким-то причинам ему кажутся… Когда я обращался к премии, мне показалось, что наиболее органичным гибридный формат выставки, адекватный современному постинтернет-состоянию культуры, и поэтому выставка одновременно проходила в физическом пространстве библиотеки имени Ленина, Российской государственной библиотеки, где были представлены художественные проекты двух номинаций для художников – «Художник года» и «Новая генерация». При этом работы взаимодействовали с интерьерами, витринами и мебелью в библиотеке, и многие проекты носили формат исследовательских, research-based проектов, и так или иначе критическим образом осмысляли современную музейную инфраструктуру или принимали форматы какого-то классического конспортско-центрального стенда в виде витрины. И поэтому свои формы даже идеально совпадали с форматами презентации работ в библиотеке. Так и очень было важно, что все остальные номинации, премии были представлены онлайн в виде виртуальной медиатеки архива, который был создан на сайте премии «Инновация», где была размещена документация проектов всех номинаций премии. При этом знакомиться с ним можно было и придя в библиотеку. Для этого в только что открывшемся на тот момент после реставрации легендарном читальном зале номер 3, возможно, вы помните, это очень красивый читальный зал с таким ментоловым цветом стенами, похожим на декорации к фильмам Уэса Андерсона, но при этом с мозаикой, посвящённой Ленину, очень деревянными, очень красивыми балконами. Это исторический зал, самый большой при этом в Европе читальный зал, где мы на компьютерах для изучения каталогов и знакомства с книжными подборками библиотеки предоставили возможность также ознакомиться с выставкой онлайн. При этом большая часть выставки прошла именно в облачном хранилище, на специально созданных сайтах, интегрированных в него сервисах онлайн-шеринга, таких как Dropbox или Google Disc, став таким образом первой в России выставкой, прошедшей на клауд-сервисах, сделав информацию о проектах номинантов доступной максимально широкой аудитории. Нам казалось очень важным сделать все материалы о работах в удобном формате, доступной для каждого, где бы вы ни находились, в любой части мира. При этом очень интересно было, как некоторые выставочные проекты буквально выворачивали кухню своего создания. Кураторы отдельных проектов, например, Екатерина Наземцева из музея Гараж, которая была ответственна за выставку Такаши Мураками в музее. Поскольку её проект был номинирован на проект года, её выставка, представленная на Dropbox, занимала невероятное количество гигабайт, потому что если вы когда-нибудь встретитесь с Екатериной Наземцевой, надо поделиться своим опытом над этой выставкой. Это был невероятно сложный для всей команды Гаража и команды Кайка и Кики. Это команда Такаши Мураками проект, который требовал командной работы сотен людей, огромное количество архитектурных решений, альтернативных сценографических разработок, размещения проектов Такаши Мураками в пространстве так, чтобы он был не банализирован, не опошлен, не был представлен как поп-артист, который создаёт только галлюциногенные грибочки и цветочки, а показав гораздо более сложный контекст его взаимовлияния и вдохновения с японским искусством прошлого, с поп-артом Америки и так далее. В моменте подготовки этой выставки можно было сделать отдельный выставичный проект, выставку о выставке, какое количество архитектурных макетов, различных форматов каталогов, диспле работах было изначально рассмотрено кураторами, прежде чем они финально нашли какую-то финальную точку решения для этого проекта. При этом выставка поднимала вопрос о возможностях и формах цифрового архивирования выставочных образовательных проектов и состояла из профилей всех проектов-номинантов с представленными на облачных сервисах черпывающими архивами материалов, документирующими самые разные стадии существования проектов, именно от разработки архитектурных чертежей и черновых эскизов до реакции в СМИ, публикации, каталогов и доступных для свободного ознакомления, изучения, скачивания файлов. Облачные сервисы, цифровые облака, хранилища без формы и границ, появившиеся более 10 лет назад и вошедшие прочно как в научно-исследовательскую жизнь, так и в бытовую среду нашей жизни, представляли собой значительно новую форму существования и хранения информации в нашей жизни. На мой взгляд, нам казалось, что это будет очень красивый парафраз в диалоге с таким классическим архивом библиотека имени Ленина, где максимально традиционная консервативная среда изначально даже не принимала выставочные проекты художников новой генерации и художник года. По сути дела, реакция была такой же критической, как, например, после выставки Яна Фабро в Эрмитаже, мы получали письма с угрозами на имя директора от местных посетителей библиотеки, которые воспринимали любую интервенцию в залы библиотеки имени Ленина как посягательство на их комфорт. Многие люди годами ходят в один и тот же зал, например, занимаясь неким исследованием или готовая книгу, и для них, если вы подвините цветок на их столе, уже воспринимается это посягательство на их комфорт. А какие-то сложные средовые тотальные инсталляции, например, проект Сергея Кищенко, как на этом слайде, или проект Ильи Федорова, который менял даже расположение столов на втором этаже и полностью перекраивал зонирование мебели в атриуме второго этажа библиотеки, это, разумеется, многими воспринималось как некомфортная интервенция. При этом выставка номинантов премии на вас этого года не скрывала того факта, что является по большей части выставкой архивных копий, фотодокументаций, мультимедийных файлов, сопутствующих описаний, репродукций, сканированных изображений или 3D-эскизов, и сама по себе поднимала вопрос об оригинале проекта в современном художественном контексте. Например, потому что максимальная мобильность и репродуцируемость являются неотъемлемыми условиями существования искусства сейчас, а логика репродукции означает, что образы постоянно перекодируются, ретранслируются, отчуждаются от изначальных художественных работ, изменяются и заново присваиваются новым зрителям, и сегодня образы крадут, вырывают из контекста, приспосабливают к своим нуждам, и никакие копирайты, никакие меры безопасности помешать не способны. И здесь, разумеется, проектируя эту выставку, мне было важно отразить такой процесс влияния визуальных агрегаторов на логику производства молодого искусства. Как вы знаете, очень многие художники выкладывают фотоотчеты со своих выставок на разные международные сайты, визуальные агрегаторы фотодокументации выставок, такие, как, например, сайт Цветник, созданный российскими кураторами и философами Виталием Беспаловым и Натальей Серковой, или Contemporary Art Daily, или Ofluxo, или Art Viewer. Это большие международные сайты, которые агрегируют в себя фотоотчеты с очень многих пространств по всему миру. И именно подобный тип визуальных агрегаторов, например, самый главный из которых Contemporary Art Daily, появившийся вместе с Инстаграмом 11 лет назад, во многом изменил отношение к документации выставочных проектов. И когда в тот же день открытия выставки, еще до появления Инстаграма, можно было увидеть фотографии выставок со всего мира онлайн. И уже путешествовать как будто бы не так, может быть, и стоит. Ты можешь увидеть полноэкранные, потрясающие фотографии с пресс-релизами, собранные в неких отдельных ресурсах. Но в последние десятилетия произошла удивительная вещь. Подобные ресурсы типа цветника и подобных агрегаторов стали на многом не только отражать, но и диктовать некие визуальные тренды молодым авторам, которые еще ищут себя как художники. И на многом выставочные проекты стали проектироваться кураторами и художниками изначально в расчете на документацию. На то, что проект в физическом пространстве увидит очень мало людей, вернее, значительно меньше, чем проект в онлайн. Об этом свидетельствуют многие проекты. Например, недавний релиз работы iWave в дополненной реальности на приложение Acute Art посмотрели за первый же час 80 тысяч человек. Это гораздо больше, чем количество посетителей венецианской биеннале или главных смотров современного искусства. Разумеется, делая работу, доступную онлайн, делая документацию, доступную онлайн, ты тем самым повышаешь возможность аудитории, возможность увидеть и достичь зрителя в документации. И очень интересный факт, который меня особенно радует в этой ситуации и кажется очень парадоксальным для последнего десятилетия, это то, как многие галереи по всему миру в Нью-Йорке, в других городах поменяли цвет понтона для покраски стен в белых кубах выставочных залов с белого на чуть более серый, который чуть более красиво выглядит на фотографиях в Инстаграме и в специальных блогах. Когда сама логика документации онлайн для социальных сетей, для визуальных агрегаторов диктует в том числе логику, какого типа искусства производится, как оно показывается, как оно выстраивается в пространстве, где галерея рассматривается как некая фотостудия, как некий всего лишь фон для фотографий, что очень было созвучно о логике развития постинтернет-искусства, движения очень влиятельного современного искусства, которое существовало в начале 2000-х годов. И, наверное, с 9-й берлинской биеннале, курируемой коллективом ДИС из Нью-Йорка, во многом была подвезена черта, и это движение можно считать каким-то уже закрытым и уже почти несуществующим. Поэтому вопрос о логике репродукции и оригинала, о том, какие парадоксальные отношения у цифры, у интернета и у современного искусства есть сейчас, было очень важно мне отразить в этой выставке премии «Инновация», и какую форму должны принимать архивные копии, каковы должны быть условия их противостояния цифровому забвению и выживания в агрессивной ситуации онлайн-конкуренции за пользовательское внимание, где фотографии выставок находятся в одном, например, поле вместе с рекламным контентом, пользовательским контентом, коммерческим контентом сети, экономика внимания, которая стала определять в том числе логику художественного производства и проектирования художественных проектов, или, например, экономика плохой картинки, как называла это Хита Штерель, известный медиа-теоретик, художник, один из самых влиятельных людей в современном искусстве по версии журнала Art Review. И циркуляция изображений – это нечто большее, чем возможность просто скачать. Вы можете сохранить файлы, посмотреть их снова, даже перемонтировать, улучшить качество, или, если надёте, это необходимым, результат будет циркулировать дальше. Экономика внимания с её возможностями непосредственной глобальной дистрибуции, её этикой ремикса и присвоения даёт возможность участвовать в производстве гораздо большему числу людей, нежели это было раньше. Она даёт возможность пользователю активно участвовать в создании и распространении контента и затягивает его в производство. Пользователь становится своего рода редактором, критиком, переводчиком, соавтором исходного проекта или изображения. А прошедшие в прошлом году выставки за год до премии «Инновация» возрождались и реконструировались в качестве снимков документации неких деривативов своих исходников, плохих картинок, слепков с оригиналов по желанию или создателей, или вопреки им. И было очень важно для проектирования сайта позвать современного художника, в данном случае Сару Кульман, живущая сейчас в Нидерландах, очень известную молодую художницу, чьи проекты могут стать «Фабрика» или «Музей Сидура» вы видели в последние годы, которая работает в основном с логикой видеоигр, компьютерных игр, геймплеев, CGI-анимации. И она как раз по приглашению создала некие альтернативные выставочные дисплеи, форматы несуществующих выставок, в которой выставляла на сайте премии «Инновация» документацию различных выставочных проектов, где документация принимала форматы, например, объемных скульптур, напечатанных на алюминиевом дебонте, как будто бы напечатанных. Они были совершенно по-другому экспонированы, но она выставляла в неком спроектированном несуществующем white cube в выставочном пространстве, не столько сами работают, сколько их документацию, стилизуя их под способы крепления, экспонирования традиционных инсталляций, объектов. Только они обычно сейчас крепятся на специальные стойки или держатели, на клипсы или на… можно разговаривать, пожалуйста? Спасибо. И таким образом создавали некие мистификационные, несуществующие версии выставок, состоящие из документации, нежели из самих работ, тем самым подрывая саму идею, как можно показывать искусство и ее документацию в интернете. На самом открытии мы показали перформанс художницы с Strange Attractors, Софа Скидан, Катериной Ширяевой и Альбиной Махряковой, которые работают тоже в своей практике с постинтернет-перформансами, с возможностью существования тела одновременно в физическом пространстве и в онлайн-пространстве. И нам было важно, как раз подчеркнув идею этой выставки, именно таким художникам дать возможность выступить на открытии. И с тех пор и Софа Скидан, и Альбина Махрякова стала очень заметными художницами. Альбина Махрякова получила премию Кандинска как молодой художник года. Софа Скидан является постоянным участником главных выставок современного искусства в России. Очень интересно развивает свою практику, в которой синтезирует деконструированную практику йоги и эзотерические знания восточных учений современными теориями постгуманизма, трансгуманизма и так далее. Очень рад, что их карьера очень интересным образом складывается. Но на самом деле, опять же, возвращаясь к неприятию и к сложности восприятия этого проекта в библиотеке имени Ленина, это действительно один из важнейших фокусов в этом проекте. Мы сделали на медиацию, потому что мы понимали, насколько эти проекты невоспринимаемы, непонятны местной аудитории. Чтобы вы понимали уровень неприязни этого проекта, могу привести только факт о том, что газета «Метро» вышла со статьей о выставке, с заголовком. Посетители библиотеки имени Ленина приняли выставку современного искусства за начало ремонтных работ. Потому что работы Егора Федоричева под названием «Складка на занавесе», которая была номинирована на новую генерацию, это два его проекта на старте и в фонде Смирнова и Сорокина, которые были объединены в один. И специально для экспонирования для стеки имени Ленина большой, единый, гигантский холст, который опоясывал все стены пространства «Старт», проекта «Старт» на лензаводе, который, к сожалению, сейчас закрылся по непонятным причинам. Будет ли он продолжаться? Дальше непонятно. Проект открыл очень многих авторов в столице, дав им возможность сделать первые сольные выставки. Для Егора Федоричева тоже был решающим, и ключевым. И этот холст специально перешил в виде двух занавесов, которые экспонировались в ротонде, заслоняли собой старые, неиспользуемые, почему-то оставшиеся там разваливающиеся деревянные библиотечные стеллажи. Никто на них не обращал внимания, но мы их закрыли этими работами, поскольку Егор Федорович в своём проектах использует обычно рекламные баннеры, найденные на улицах материалы, холсты, различные военные укрывные материалы и так далее. интерпретируют, с одной стороны, и наследие арты повера, с другой стороны, наследие стрит-арт художников прошлого. Его практика была непонятна людям, и это выглядело как некие чехлы, закрывающие для некоторых. Некоторые воспринимали это именно так, как чехлы, закрывающие библиотечные стенды. При этом все работы мы максимально пытались найти им органичный контекст. Например, проект Ильи Федорова, как художника-биолога, у которого сейчас проходит сольная, очень яркая, интересная выставка в галерее Аннонова в Петербурге, посвящённая мутациям, гендерным вопросам и нечеловеческой агентности, коммуникации человека с животными, который является, на мой взгляд, очень интересным новым этапом в творческом языке Ильи. В тот момент он создавал очень интересные инсталляции, которые, с одной стороны, рисовали некий несуществующий ландшафт антропоцена, с другой стороны, интерпретировали различные традиционные музейные дисплеи и форматы показа работ и экспонатов, в традиционных нехудожественных музеях, например, в Дарвиновском музее, в музеях этнографии, археологии, зоологии и так далее. Поскольку Илья является по первому образованию математиком и биологом, для него было очень важно в своей художественной практике синтезировать всё время научное знание, научный и рациональный подход с творческим, художественным и более интуитивным подходом к производству знания. И все его проекты всегда находились на грани абсолютно художественного безумия и очень четко выверенных рациональных исследований, где именно научные знания, научные факты являются отправными точками для его художественных спекуляций. И каждый из этих проектов был интегрирован в какие-то залы, например, проект Хаима Сокола, посвященный бумажному производству ЦТИ-фабрика и метфорическому значению документов для советских граждан и бумаги в конкретном месте, бумажном производстве на фабрике. Разумеется, был тоже инсталлирован среди бумаг, среди литературы в одном из читальных залов. Например, ироничная практика Валерия Айзенберга, одного из классиков современного российского искусства, стоящего у истоков коллектива Escape, который всегда пытался избегать любых стереотипов о себе, любых ярлыков и любых причислений к той или иной школе, намеренно все время пытался практиковать всю свою карьеру тактику скользания, тактику ироничного подрыва своего собственного языка. Поэтому его картины мы экспонировали в самом странном и неожиданном месте, на лестнице, в виде некой спирали, поскольку для мифологии и его группы очень важна идея невозможности вписаться в исторический контекст, невозможность, например, получить выставку в музее Гугенхайма, которая воспринимается художником как некая данность и некая ироничная правда жизни, с которой нужно смириться. свою некую спираль Гугенхайма он хотел получить на выставке премии «Новация», поэтому мы решили выставить его проект, который представлял часть его большой ретроспективы, проходящий Московский музей современного искусства, который был номинирован как раз тогда на выставку года. Мы его экспонировали в таких странных лестничных пролетах и в отдельных мансардных зонах библиотеки, не в парадных, не в главных залах. Таково было желание художника, желание автора спрятаться, в очередной раз затеряться, не выставлять себя на показ, а максимально завуалировать свою практику и уйти от прямых взглядов посетителей. Как вы понимаете, основным для современного куратора следует качество умения слушать художника, умение воплощать его идеи, умение во многом именно быть медиатором и быть неким проводником между современным искусством и зрителем. И очень важно для премии «Инновация» для этой выставки было создание медиации. Некоторые проекты того же, например, номинанта Киила Савченкова, одного из главных молодых художников-преподавателей школы Родченко, который экспонировал свой проект в виде перформативных интервенций в библиотеку, где не было стенда, не было работы, но были специально обучены перформеры, которые подхватывали гостей библиотеки и начинали им рассказывать о проекте Кирилла, вовлекая их в некий сложный нарратив. При этом именно сама идея медиации, медиирования искусства, рассказа о нем максимально неподготовленному зрителю была ключевой для этого выставочного проекта, чтобы максимально каждый человек мог понять и принять эти проекты, их адекватность, их органичность в этом контексте. Во всей своей практике я всегда следовал за художественным процессом, отражая логику меняющегося искусства. У меня здесь были какие-то смешные слайды, которые у меня нет времени рассказывать, но я быстро скажу, что это, мне кажется, очень важным для методов работы куратора. Например, один из важнейших кураторов прошлого века — Александр Дорнер, который возглавлял Ганноверский музей современного искусства в Нижней Саксонии в Ганновере. Точно также, например, создавал в конце 20-х годов свои выставочные проекты, следуя за логикой выставочного производства, за логикой художественного процесса, призывая, например, к диалогу для разработок выставок художников того времени, своих друзей, например, Эль Лисицкого, который принимал участие в разработке выставочной архитектуры или специальных динамических сред. В случае Эль Лисицкого это был проект «Абстрактный кабинет», где впервые, например, перформансы, лекции или кинопоказы проходили в выставочном пространстве в одном месте с искусством, что было совершенно инновационным для своего времени. И мне кажется, эта логика как раз следования за спецификой искусства, за её основными характеристиками и попытками и выставками формулировать эти основные свойства и было каким-то моим курацким интересом в первую очередь. Для меня был очень важен проект, например, Ханса Руллиха Обреста и Симона Костец под названием 89+, в рамках которого эта группа кураторов осмысляла молодое искусство, родившихся после 1989 года людей, которые, по мнению кураторов, сформированы, разумеется, определенным присутствием постоянного интернета. Речь идет не только про логику постинтернет искусства, но и вообще про другое отношение к воспроизводству, к дистрибуции искусства, и как на разных континентах, в разных контекстах от Африки до Латинской Америки можно применить поколенческую теорию и сделать некий срез поколения, выявив некие очевидные тенденции и стратегии работы с той или иной темой, с тем или иным материалом, с тем или иным контекстом. И для меня, в том числе, было важно следовать за искусством. И еще раз скажу вам о одном проекте, может быть, даже о двух успею, не знаю, посмотрим, наверное, об одном. Проект, который я сделал в 2019 году, в 2018 году, в высшей школе экономики, в галерее HSC Art Gallery, которая была задумана как выставочное пространство для студенческих проектов, для отображения учебного процесса высшей школы экономики, где сейчас проходят часто смотры различных направлений, отделений, например, департамента видеоарта или графического дизайна, или какие-то отдельные сольные проекты художников или преподавателей этой школы. Это нормальная практика для многих школ, показывать, давать возможность своим преподавателям или студентам постоянно практиковаться, находиться в динамике, развиваться, всячески по-новому в диалоге с известными авторами пробовать и выстраивать, по-новому раскрывать свои практики. И мне повезло сделать второй выставочный проект в этой галерее, когда она еще искала свой формат, свою стратегию, и куратор, директор галереи Юлия Юсма позвала меня с выставочным проектом, который максимально мог бы быть не похож на какую-либо выставку, максимально мог бы показать экспериментальный формат вообще современного искусства, каким оно может быть. И я вам расскажу немножко про выставку, которая называлась «Становясь бессознательным, дрожа с закрытыми глазами, я вижу тебя, сдайся». Такое сложное, непростое название, цитата и спесь из трека Брайана Ина, о котором я расскажу почему чуть позже, который представил, в рамках этого проекта мы представили работы молодых российских и международных художников, исследующих новую ритуальность выставочного пространства и процессы, в том числе, опосредования искусством, социальных отношений между людьми с помощью перформативных, хореографических, спортивных практик, работ, принимающих форму, например, сеансы коллективной медитации или настольных игр, различных хакерских воркшопов, встреч сатсангов, сеансов коллективного слушания, занятия тайцы, цигун, демонстрирующих различные новые форматы коллективности и партиципаторные в разные форматы единения, коммуникация и сообщность, сопричастность друг к другу, формирование единого коллективного тела. При этом к участию в проекту были приглашены ведущие, молодые представители российского контекста, причастные к новому перформативному повороту, работающие с опытом коллективности, которые как раз всеми своими проектами, будь то современный танец, хореография или спортивные практики, пытались переосмыслить ритуализированный характер выставок, каким образом производится зрительский опыт в выставке. Говоря о ритуализированный характер выставки, я отсылал конкретному термину Доротеи фон Хантельман, это очень важная теоретика и историк выставок из немецкого борт-колледжа, которая в последние годы своей академической деятельности посвятила как раз тому переосмыслению того, как неолиберализм и последняя история западноевропейского искусства производят некий особый ритуализированный характер современного выставки, отличный от, например, театра или церкви, где совершенно другой опыт ритуальности может быть воспринят. При этом те проекты, которые были отобраны для этой выставки, на протяжении всей работы виды изменялись, и сама выставка, по сути дела, состояла из следов перформансов, из неких артефактов или реквизитов, поскольку выставка представляла собой некую секвенцию из состоящих серий событий, собраний, перформансов, акций, занятий, упражнений или партитур. Поэтому оставалась динамичной и меняющейся структурой, площадкой для диалога, взаимодействия, исследования нового коллективного опыта, присутствия новых ритуалов. Собственно, сама структура выставки из трёх залов была поделена на три части. В первом и третьем залах собирались различные артефакты, следы перформансов и ситуации, которые происходили на выставке. Будь то, например, гонг, как элемент практики греческого художника Анджела Плессеса, который ироничным образом интерпретирует идеи эзотерического мыслителя 70-х годов Хосе Аргуэлиса, посвящённое квантовым медитациям и способам коллективных медитаций, каким образом эзотерическое знание может быть переосмыслено на территории современного искусства. Или, например, элементы хакерского спекулятивного воркшопа Алисы Сморозиной, которая в рамках своих спекулятивных воркшопов задаётся вопросом о том, как может, например, происходить синтез знания и обмен опытом людьми в неких пространствах обучения. Для неё очень важной темой является исследование стратегии выживания в современном капиталистическом нарративе. Долгое время художница аккумулировала знания о выживании в условиях кризиса и постапокалипсиса, рассматривая их как единственный более-менее гарантированный капитал в современной ситуации волатильности. В какой-то момент она решила, что идею постапокалипсиса можно приравнять вообще к идее посткапитализма, и индивидуальная практика выживания в мире после капитализма стала для неё формой протеста и неким стартовой точкой для всей её сложной практики, которая направлена на вырабатывание различных стратегий выживания в мире, если, например, мы останемся без интернета или без электричества. Обширный корпус накопленных навыков и желания развивать идею альтернативного сопротивления привели смородину к спекулятивным хакерским воркшопам. Самое явление спекулятивный хакинг художница определяет как практику скользания, а индивидуальную или групповую форму сопротивления действительности похожую на создание временной автономной зоны в пределах воображения. В отличие, например, от хакинга, спекулятивный хакинг – это в большинстве своём именно пассивная, рекуррентная практика, слабый жест, который обладает, по мнению Алисы, индивидуальным терапевтическим эффектом, помогающим сохранить личный эмоциональный фон в здоровом ситуации. И вот у неё спец... Да? У меня вопрос, дополняющий ваш рассказ. У меня вопрос, у меня вашего финал-пакуратора, что у меня данного проекта после включения приквы, до исполнения. Например, вы выбираете художников под цель и вы присуствуете художников под задачи, и вы делаете такое? Бриссуете или брифуете? Вы сказали? Нет, я как раз не брифую, я считаю, что это очень неправильный подход, когда куратор заставляет художника сделать проект на тему, которая может быть художнику неинтересна. Ну, конечно, это всегда живой диалог. Ну, смотрите, все художники – люди. Куратор не всегда может знать, какие идеи есть нереализованные задумки у художника. Вы в режиме живого диалога можете предложить художнику участие в проекте и посмотреть на реакцию. Насколько эта идея близка художнику, насколько ему кажется правильным поучаствовать в этом контексте, насколько ему интересно было бы создать новое или показать какую-то свою хрестоматийную, иконическую, уже существующую работу или адаптировать ее для нового контекста. Например, в рамках выставки этой выставки, к сожалению, у меня нет именно ее фотографии. Правый нижний угол – это как раз воркшоп Алиса Смородиной, который является, кстати, преподавателем британской школы дизайна и преподает тоже здесь, в школе, для художников. На выставке присутствовал Кирилл Савченков с проектом, созданный изначально для Кванжуйской биеннале. Коллективная игра под названием «Фейерверк и порох», которая буквально недавно сейчас была показана в краснодарской типографии на выставке под названием «Тренинг Фантазия». Совершенно в другом виде, нежели она была показана на биеннале в Кванжу в 2017 году, где она была представлена в виде групповой, коллективной, настольной игры на специально созданных художником столах. И, разумеется, для выставки в высшей школе экономики эта работа приняла формат максимально нематериального воплощения. Для выставки художник создал специальные ментальные карты, которые, сидя на матрасах, на матах, каждый мог играть, изучив правила игры. А, например, для выставки «Тренинг Фантазия» этот проект был дополнен коллективными перформансами, которые исполнялись натренированные художником перформеры, актёры, вовлекая зрителей в созданный художником нарратив. То есть, каждый куратор каждого из трёх проектов в диалоге с художником находил новый формат наиболее адекватного для дальнего контекста для репрезентации той или иной идеи. Для Савченкова это очень важный проект, поскольку он исследует производство знаний и то, как медиация работает в условиях повышенной волатильности, для него кризис современного мира связан с концепцией жизни в мире постправды и постприватности, в которых реализуется постоянной информационной прозрачностью, глобальными системными слежками, цифровыми прокси-войнами. для него единственный способ борьбы с этой ситуацией есть в стратегиях личного побега от имеющейся системы и поиска некой личной эмоциональной гармонии с собой. При этом он использует наработки Алексея Юрчака, очень известного антрополога, который автор книги «Это было навсегда, пока не кончилось», известного антрополога из университета Беркли в Калифорнии, который, описывая опыт советских граждан последних десятилетий советского времени, называл особое состояние, в котором жило тогда общество, называл ее словом «вненаходимость», стратегией вненаходимости. Говоря о опыте внутренней миграции советского народа, который предлагал не замечать имеющийся строй, не бороться с ним, не восставать, а просто не замечать. И внешне многие жители жили в рамках системы, функционировали как ее части, но внутри существовали независимо от нее. Это открытое противодействие системе означало бы признание режима, в то время как большинство жителей СССР предпочитали попросту не замечать его и обитать в пространстве личной свободы. И как раз проект, который Кирилл показывал на выставке «Фейерверк и порох» предлагал тоже новые форматы нахождения этого ситуации от ненаходимости через ситуацию коллективной игры в условиях цифровой слежки и постоянной автократии. При этом художник базировался на карточной игре «Коллекция», которую ЦРУ использовал для обучения своих аналитиков, чтобы применить различные тактики разведки в разрешении насущных кризисов сегодняшнего дня. А в свою очередь «Коллекция» это известная тренинговая игра ЦРУ была разработана на основе концепции настольной игры «Пандемия», в которой игроки объединяли усилия в борьбе против смертельно опасных вирусов, готовых распространиться по всему миру. И, разумеется, его работа приобрела новые значения из-за пандемии коронавируса, новый контекст, поэтому для, например, выставки «Тренинг Фантазия», который кураторами Краснодарской типографии был сформулирован вокруг исследования состояния уязвимости и новых форм страхов, которые диктуются современным миром, как художники справляются с этими страхами или предлагают альтернативные способы борьбы с ними. Разумеется, эта работа была совершенно иным образом адаптирована и приобрела новую версию специально для пространства. Могу рассказать ещё про один проект. Например, центральный зал этой выставки был посвящён различным коллективным практикам и состоял в основном из сборно-разборных конструкций, различных матов для йоги, ковриков для йоги или матов для занятия спортивными практиками. Иногда он принимал даже формы для коллективных, например, музыкальных или хореографических интервенций, и, например, в нём проходили в том числе поэтические риддинги и музыкальные... Да? Я бы хотела предложить показать вам и поподробнее спросить вас рассказать о том, как устроен процесс работы кураторами на примере данной выставки. Я человек вообще не из этой области и мне проекты очень интересные. Я понимаю, о чём они, но мне интересно именно вашей функции обрамковать. Давайте, да. Времени уже не осталось, поэтому я как раз отвечу на вопрос. В принципе, все каталоги этой выставки есть доступны на сайте высшей школы экономики. Там вы можете прочитать про все работы. Вы правильно сделали, что меня прервали, чтобы я вам не пересказывал то, что вы можете так найти. Эта выставка создавалась очень просто и очень быстро. Конкретно в этом проекте она требовала минимум логистики. При создании этого проекта мы взаимодействовали с двумя культурными институтами, с консульством Италии и с Гёте-институтом, которые помогли нам в привозе двух иностранных художников. Выставку в данном конкретном формате делать крайне быстро, буквально два месяца на подготовку всего выставочного проекта, на создание каталога, брошюры на двух языках, которые сопровождали этот выставочный проект. Я предпочитаю более длительные форматы работы над выставками, но сам формат некого нематериального смотра различных перформансов, хореографических интервенций, спортивных практик, он нам помог с логистикой и со всем остальным. Мы привезли художника Лу Драга из Германии, которая выступила с сессиями звуковых медитаций по 6 часов. Моя работа заключалась в написании текстов, в формировании каталогов, в утверждении всех работ с художниками, в согласовании этих работ, в написании общей концепции, в переводе текстов на оба языка. Слава Богу, в данном контексте я работал с куратором галереи, которая является и директором галереи. Она выполняет обе позиции, воплощает в себе, и вся команда состоялась из трёх человек — меня, директор галереи и технического специалиста, вернее, координатора галереи, который помогал она немного с техникой и с различными техническими вопросами — печати каталогов, поиска материалов необходимых и так далее. Но моя задача заключалась как куратор даже художественное руководство, то есть Art Direction, например, на стадии видеотизера. Я отвечал и за графический дизайн, я его не разрабатывал, но я предлагал некий референс к графическому дизайну, у меня было в голове общее понимание концепции, и даже на уровне разработки визуального стиля, айдентики и подбора шрифтов я, разумеется, как куратор контролировал процесс, потому что мне было важно, чтобы весь проект отвечал единому, единой идеи. Ну, вот, собственно, вот и все. Плюс мы все проекты, все ситуации и интервенции документировали, это была фотодокументация, это была видеодокументация, все видеодокументации есть тоже на на высшей школе экономики галереи. Эта работа заключалась, и здесь тоже, разумеется, вместе с директором мы брифовали, в данном случае объясняли задачу видеооператорам, мы придумали, мы обеговорили, мы в том числе разрабатывали стратегию продвижения этой выставки, поскольку она совпала с запуском галереи, это была вторая выставка в этом пространстве, первая была посвящена леттерингу и называлась «Новые лозунги», и в ее участие принимали, в первую очередь, студенты графического отделения, отделения графического дизайна высшей школы экономики, но и большое количество известных русских авторов, которые работают с текстами, от коллективных действий до синих носов, очень разное, перенасыщенное большим количеством работ со шпалерной развеской, очень активное, сложное, насыщенное визуальное пространство, которое запустило галерею. Но моя выставка была максимально не спектакулярной, не зрелищной, придя на выставку, это почти небольших объектов или небольших следов перформансов, и они требовали личного опыта присутствия людей, которые записывались на сессии, на упражнения, на перформансы, на хореографию, и поэтому очень важна для этого проекта была коммуникация в социальных сетях, весь маркетинг, сопровождающий этот проект, чтобы мы набирали людей на группы, на сеансы игр, на сеансы медитации и так далее. Поэтому сама медиация выставки в интернете, в соцсетях, регистрация под каждое событие, это тоже была важной частью планирования, которое мы разрабатывали вместе с маркетинговым отделом и высшей школой экономики, со сторонними разными медиа, в том числе у высшей школы экономики есть свои собственные медиа, например, газета «Вышка», которым мы делали и интервью, и подборки материалов о выставке, популяризируя знания о новом перформативном повороте, который случился в 2010-х годах по всему миру, но в России, по большому счёту, не так много выставочных проектов, которые работали с осмыслением нового перформативного поворота в русском контексте, хотя сейчас мы видим большой процесс институционализации и осмысления, например, того, как новый танец или contemporary dance выходит на территорию современного музея. И вот недавно прошли презентации книги Анны Казониной в музее «Гараж», посвящённой как раз тому, как взаимоотношения нового танца и contemporary dance с современным искусством в музейной среде. Но на мой взгляд, хватало каких-то трудных проектов, поэтому мы не можем рассказать, что это был информативный поворот, и какие классики в России с этим работают. Это образование, хотя у нас не было формально образовательной программы в этой выставке, но через интервью, через спецпроекты и через различные публикации мы, разумеется, это пытались максимально донести до аудитории.